Это цветение, опыление и оплодотворение. Цветение, опыление и оплодотворение – это конкретные термины, ботанические. И начнем мы с вами непосредственно с вопроса. А что такое цветение и что такое опыление? Итак, я сейчас вас попрошу вспомнить или придумать определение для этих слов. Вот с ботанической точки зрения, как вам кажется, что такое цветение и что такое опыление? Прошу. В данном случае желательно включить микрофончик и сказать мне это. Цветение – это процесс, когда у нас есть цветок у растения и может идти опыление и оплодотворение. То есть период жизни растения цветкового, когда у него есть цветки, они используются по назначению. А опыление – это перенос, получается, пыльцы на листико. Итак, опыление – это перенос пыльцы на рыльцы пестика. А цветение… Еще раз, Антоша, давай. Цветение – это… Когда это самое пыление может происходить. То есть когда есть цветки. Так. Кто-нибудь хочет поправить Антошу или, в принципе, согласны с ним? Андрей, давай. Ну, цветение – это не просто то, что у цветка появился красивый венчик. Цветение – это, по-моему, это готовность цветка к опылению, оплодотворению и в дальнейшем появлению семени и плода. Ну, Антоша, конечно, в принципе, что-то очень похожее сказал. Итак, цветение – это готовность цветка к восприятию, попадающей на рыльцы пестика, пыльцы. В общем, главное слово. Цветение – это готовность цветка ко всем последующим действиям. Ключевое слово здесь, как вы понимаете, готовность. Опыление, тут Антон правильно сказал, это перенос пыльцевых зерен на рыльцы пестика. Тут, собственно, опыление – это непосредственно процесс. Итак, вопрос. Как вы думаете, как вы считаете, кто из этих цветков зацвел? Итак, кто из этих цветков зацвел? И самое главное, почему вы так считаете? Так. Кирюша, первый. Кирилл, а у тебя микрофон не работает сегодня? Или так? Оба, первый. Так. Значит, Кирилл с Антоном считают, что первый зацвел. Полина считает, что оба. Андрюша, что ты скажешь? И Злат тоже считают, что оба. Андрей? Мы не можем сказать, какой из них зацвел. Ты хитрый. Ты просто знаешь эту презентацию. Ну да, да. Давай, объясняй уже тогда. Мы не можем сказать, какой из них зацвел, а какой нет. Потому что мы не знаем, в какой момент времени была сделана эта фотография. То есть мы, ну сейчас не очень конкретно выразился. Мы не знаем, может быть, и пыление уже произошло. Может быть, цветок еще не готов к пылению. И у него только начали развиваться, например, пчиньки или пестики. Поэтому по одной фотографии это определить невозможно. Да, в принципе, правильно. Когда вы видите цветок с полностью развернутым венчиком и чашечкой, никто не гарантирует вам, что андроцей и генецей, а тут я предполагаю, что вы знаете, что это значит, что андроцей и генецей полностью сформированы. Также может быть ровно противоположная ситуация, что когда цветок находится еще в бутоне, то, как это показано, например, у розы, вот здесь, никто не сказал, что в этот момент не происходит опыление. Потому что существуют цветки, у которых опыление происходит до раскрытия венчика и чашечки. Поэтому по фотографиям ничего нельзя сказать. Даже если я вам покажу вот эту вот прекрасную фотографию цветка кактуса «Царица ночи», тоже никто не сказал, что этот цветок зацвел. вы это можете понять, только проведя определенные научные изыскания, вскрыв зависть, посмотрев на семисочатки и так далее. Также очень часто цветение, оно все-таки очень разнообразно. И несмотря на то, что служит оно всегда одной цели для того, чтобы произошло двойное обладотворение, случается оно в жизни растений все-таки в разные периоды времени. И вот так плавно я вас подвожу к тому, знаете ли вы, как называются вот эти два растения. Предположим, что вот это растение номер один, а вот это растение номер два. Итак, знаете ли вы, как называются эти растения? Самое главное, что же у них общего относительно цветения? Так, Полина, значит, агава – это по цифре 2, а по цифре 1? По цифре 1. А если я скажу, что это растение связано с пандами? Да, это бамбук. Совершенно верно. Это не просто бамбук. Это плоды бамбука. Я, честно говоря, вживую их никогда не видела. Только на фотографиях. Итак, вопрос. Что же общего у этих растений? Вот уж не знал, что трава может давать плоды. Ванюша! А банан для тебя – это шутка? Да-да-да-да, Злата. Туда же, в тот же огород. Да, Кирилл? То, что эти растения цветут раз в жизни. Да, раз в жизни. А капли в жизни, ну, в жизни. Да, верно. Все верно. Я просто бамбук рубила, не встречала. Я, кстати, думаю, что плоды бамбука можно есть. Не думаю, что в них содержатся какие-то ядовитые штуки. Просто злаковые редко имеют ядовитые плоды или семена. Да, Кирилл прав. У этих растений цветение происходит один раз в жизни. Причем агавы бывают разными. Вот здесь вот фотография такой агавки скромненькой. А я вам сейчас покажу фотографию цветущей агавы. Вот похожую картину мы видели в Никитском ботаническом саду в Крыму. Мы когда туда приехали со студентами на практику, там свели агавы. Две штуки или три. Я этому пойду тыреди бабок, тогда я узнаю, светобно или нет. Злата, а зачем ты пойдешь летом приватизировать бамбук? И главное, куда ты пойдешь его приватизировать? Так вот, конструкция, которая выдвигается из розеточной части растения, превышает саму розеточную часть по размерам раз в пять, а то и в семь. Вот это вот палка, которая есть цветонос, на которой располагаются, соответственно, соцветия. Это, собственно, все ось соцветия. Это вот большая, толстая. Это, значит, ось первого порядка. От нее отходят оси второго порядка. И на осях второго порядка располагаются оси третьего порядка. Может быть, там есть еще четвертого и пятого. Я просто уже не видела, не залезала, не знаю. В Абхазские леса мы... А, понятно. Молодые побеги бамбука готовят, если не ошибаюсь. Наверное, не знаю. Не знаю. В Абхазские леса мы полквартиры бамбуком обклеили. Ну, кстати, бамбук, возможно, в Абхазию зашел с территории Российской Федерации. Дело в том, что вот сочинские парки, значит, там Дендрарий в центральном Сочи и Юрпарк Южной культуры в Адлере, также есть еще сейчас орнитологический парк. Там есть заросли бамбука, причем некоторые из них специально посажены. В частности, на территории парка Южной культуры довольно большая площадка этого бамбука. И, возможно, как-то их переносили в Абхазию. Не уверена, что там они исходно растут. В Абхазии их очень много сейчас на вот это там были старые разрушенные пляжи, где нету жителей. И вот там, кстати, очень много. Как ты думаешь, они естественного происхождения или как-то их занесли туда? Не думаю, потому что там вообще домов рядом нет. Туда дойти невозможно. Там нужно по пляжу идти между разбитых скал, прям по пояс в воде. Понятно, то есть как-то, ну, интересно. Так вот, нет, не по воде. Я думаю, что вы знаете, мы уже с вами это проходили давно, правда, что бамбук – это корневищное растение. Бамбук – это корневищное растение. И, может быть, кусочек корневища как-то был выкинут в море, приплыл там или не в море, или как-то по рекам. В общем, неважно, как-то вот по воде он приплыл, укоренился и пошел. Они же очень живучие, товарищи бамбуки. Вообще существуют такие сорта бамбука, которые цветут раз в 120-130 лет. Вот, и что агавы, что бамбуки относятся к так называемым монокорпическим растениям. Сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. Я хочу договорить про вот эту агаву и про ее, значит, ось соцветия. Мне довольно сложно представить, какого размера должна быть корневая система одной агавы, чтобы выдерживать вот эту вот прекрасную конструкцию. Вы же понимаете, что когда цветут агавы, природа не говорит, что «Ой, сегодня цветут агавы, поэтому ветра у нас не будет». Конечно, нет. Ветер бывает. И вот эта вот конструкция, которая обладает определенной парусностью, начинает, значит, вот пошатываться. А так как розетка-то, да, она большая, но не гигантских размеров, как вся эта конструкция не вызывает изъятие корневой системы из почвы конкретной агавы, у меня возникают большие вопросы по этому поводу. И единственным ответом на этот вопрос является очень мощное развитие корневой системы. И да, несмотря на то, что она будет мочковатой, она должна объять и довольно широкие периферийные части земли, и также довольно сильно углубиться для того, чтобы обеспечить фундамент. А фундамент для этой конструкции должен быть большой. Бамбук в горшке дома жить не будет, будет прекрасно будет жить у тебя дома в горшке, правда, расти он будет довольно быстро, поэтому очень часто формирующийся бамбук, его так спиральками завивают, потому что когда у тебя будет просто тупо палка, это неэстетично, это интересно с точки зрения ботаники, но неэстетично. Можно, значит, не то чтобы поиздеваться, но вот пытаться, значит, спиральки так сделать. Так вот, растения по типу цветений делятся на две большие группы. Первая группа – это та группа поликорпические травы, в частности, мы про травы говорим, поликорпические растения, которые цветут энное количество раз за жизнь. Один, два, три, пять, десять, ну, столько, сколько возможно будет. И в подавляющем большинстве случаев, вернее, не в подавляющем большинстве случаев, это всегда многолетники. Есть противоположная группа – это монокорпические растения, монокорпические травы, и цветут они один раз в жизни. Но цвести один раз в жизни можно по трём, как минимум по трём категориям, в трёх вариантах, по трём причинам. Значит, первая причина – если вы вообще живёте один год. Весь ваш жизненный цикл проходит за один год. И неблагоприятные условия вы пережидаете в виде семян. Так, например, поступают какие-нибудь эфемеры, сорвные травы и так далее. Второй вариант – если вы корнеплод. Тогда вы живёте два года. Первый год вы разращиваете свой корнеплод, а во второй год вы все питательные вещества пускаете на цветение. Вы цветёте один раз в жизни – да, один раз в жизни. Другое дело, что ваш жизненный цикл длится два года, но это уже, допустим, как незначащее. И вот самый интересный вариант, самый необычный – это когда растение живёт очень-очень долго. Я уже говорила про бамбук, который цветёт раз в 100-120 лет. А гавы, ну, как минимум 50 лет живут, прежде чем зацвести. Понятно, что можно изменить, мы много сейчас знаем про цветение, про запуск цветения, можно изменить жизненные условия, можно заставить растение зацвести. Но если всё более-менее хорошо, то а гавы, в зависимости, конечно, от сорта, от вида, а гавы будут цвести как минимум… Ну, то есть их жизненный цикл будет длиться 50-60, а то и 80 лет. Вот такая вот интересная история. Но для того, чтобы цветение состоялось, все части цветка должны быть полностью сформированы. Бонсай в том же ключе? В смысле, бонсай в том же ключе? Злата, я не поняла. Про бонсай чего? По годам жизни. А, бонсай. Значит, смотрите, бонсайные растения бывают разными. Классический бонсай – это определенные фикусы, которые заражены грибком. Я забыла, как он называется. В общем, это зараженные растения. Они в норме не карликовые. Их поразил гриб, который вызывает вот эту вот карликовость. И из-за этого они очень медленно живут. Так что тут как-то так. Еще раз, чтобы цветение состоялось, все части цветка должны быть полностью сформированными. Мы с вами помним, что цветение – это готовность цветка к выстоятию пыльцы. А для того, чтобы быть готовым, нужно полностью сформировать и андроцей, и геницей. Не у всех, конечно, одновременно происходит. Но, опустим, как нежначащая, как минимум, геницей должен быть сформированным. Но прежде чем обсуждать геницей, давайте с вами поговорим про андроцей. Андроцей – это совокупность всех тычинок в цветке. В данном случае приведены две фотографии. Значит, первая фотография сделана обычным фотоаппаратом, а вторая фотография сделана при помощи… Вопрос к вам. Какой микроскопии? Итак, фотография номер два. Сделана при помощи какого типа микроскопии? Электронный. Нет, не электронный. Полина права. Сэм – это сканирующая электронная микроскопия. С – сканирующая. Э – электронная. М – микроскопия. Они все электронные, просто разные варианты. Итак, андроцей, тычинка. Как она происходит? Как она формируется? Тычинка – это самая сложная структура для создания… Для того, чтобы сделать какой-нибудь чашелистик, вам нужно задействовать там в районе десятка генов. Чтобы сделать лепесток, ну, в районе там сотни генов. Чтобы сделать пестик, вам нужно примерно 400-500 генов задействовать. Последовательно или одновременно? Ну, последовательно, естественно. А чтобы сделать тычинку, вам нужно задействовать около тысячи генов. Это сложная структура, несмотря на ее визуальную простоту. Это правда очень сложно. Понятно, что если мы говорим про большое нагромождение тычинок, то, как показано вот на этой нижней, правой нижней фотографии, там, конечно, мы по тысячу генов будем задействовать. Если нам нужно сделать какую-нибудь одиночную тычинку, как у лилии, то чуть поменьше, но все равно будет больше, нежели чем у пестиков. При этом... Да, у меня есть микропрепарат пыльника лилии, его фотки. Класс. Здорово, Антон, я вас поздравляю. При этом мы с вами вспоминаем параллельно фолиарную теорию Гетте. Мы ее уже упоминали, когда говорили про происхождение цветка. А вспоминаем мы его в контексте того, что все части цветка являются лепестками. И в пользу этой теории говорят разные растения, которые могут продемонстрировать нам непрерывный морфологический ряд переходных форм от лепестка к формированию целой нормальной функционирующей тычинки. И при том, что это будет все в цветке. В одном цветке у вас будет вот такой ряд переходных форм. Еще раз повторюсь, сделать, конечно, тычинку сложно. И она должна иметь определенную структуру. Причем не факт, что вот эти переходные формы, которые я сейчас подписываю, один, два, три, четыре, ну, наверное, даже пять. Не факт, что вот эти переходные формы с одного до пяти фертильны. Есть большая вероятность того, что они стерильны, что они не могут производить нормальную пыльцу. Но, тем не менее, они почему-то остаются в цветке. Итак, из чего же состоит тычинка? Итак, тычинка состоит из четырех главных функциональных частей. Самая главная часть несущая – это, конечно же, тычиночная нить. Она выносит нашу тычинку, нашу будущую пыльцу, место формирования будущей пыльцы выносит как можно дальше. Не всем, конечно, цветкам это нужно, но подавляющим большинству все-таки нужно выносить то устройство, где будет формироваться пыльца. Дальше. Антон, я не поняла вашу фразу «там листья» в теории Гёта. Я что-то неправильно сказала, да? Я оговорилась? Да, Андрей. Вы сказали, все части цветка являются лепестками. Блин, да. Листьями, простите. Спасибо, что поправили. Все части цветка являются бывшими листьями. А лепесток – это тоже бывший лист. И вот переходные формы. Собственно, есть цветки, в которых чашелистики плавно переходят в лепестки. Есть цветки, в которых лепестки плавно переходят в тычинки. А есть цветки, в которых чашелистики переходят в лепестки, а потом переходит в тычинки, вот такой переходной формы. Итак, тычиночная нить – самая важная часть, которая выносит то место, где будут формироваться пыльца куда-нибудь подальше из цветка. Значит, то место, где будет формироваться пыльца, называется пыльник. У каждой тычинки два пыльника. Пыльник номер раз и пыльник номер два. Именно поэтому на диаграммах тычинки обозначают двумя кружочками, вернее, двумя овальчиками друг с другом или обозначают вот такой вот восьмерочкой, потому что обозначаются вот эти два пыльника. Каждый пыльник состоит из двух пыльцевых мешков. Пыльцевой мешок раз, пыльцевой мешок два. То есть всего четыре структуры, четыре пыльцевых мешка и два пыльника. Также место, где крепятся пыльники, а именно то место тычиночной нити, к которому прикрепляются пыльники, довольно сильно разрастается для того, чтобы с одной стороны разнести пыльники подальше друг от друга, чтобы они могли иметь возможность быть довольно крупными. И, собственно, вот это вот место будет называться связник. Почему оно выделяется отдельно? Потому что там происходит разрастание ткани тычиночной нити. Ну и иногда, не всегда, у некоторых тычинок тычиночная нить продолжается за пыльники и выступает. У кого-то чуть-чуть, у кого-то побольше. И, в общем, эта штука будет называться надсвязник. Ну да, вот она будет называться надсвязник. Еще раз повторюсь, не у всех она есть. Что же касается непосредственно анатомии? Что мы увидим, когда мы вскроем пыльники, когда мы сделаем поперечный срез? Честно говоря, я никогда не видела, чтобы вам давали самим делать препараты, тычинки. Но фотографии иногда давали в задании. Поэтому давайте все-таки с вами обсудим. Итак, два пыльника, четыре пыльцевых мешка. Начнем с самого главного, а именно с проводящих пучков. В районе связника по центру будет находиться проводящий пучок, который будет снабжать это все питанием. Это очень важно, потому что без этого ничего невозможно. Дальше. Каждый пыльцевой мышок снаружи будет одет эпидермой. Циферка 2 – это эпидерма. Ничего особенного в ней не будет. Но, возможно, будет какая-нибудь кутикула. Ну да, скорее всего, кутикула будет. Может быть, даже такая сильно вариативная по форме. Но, тем не менее, в любом случае будет выполнять ту функцию, которую на нее всегда обычный вклад возлагают, потому что она покровная ткань. Следующие слои уже более интересные. Мы с вами еще с ними не встречались. Следующий слой – это так называемый эндотеций. Красивайшее слово. Эндотеций. Эндотеций часто многослойный. Не всегда одинаковые клетки в нем содержатся. У некоторых растений в эндотеции входит так называемый фиброзный слой. Я потом покажу анатомический препарат, как это выглядит. Но смысл в том, что клеточные стенки фиброзного слоя имеют неравномерное утолщение. Представьте себе клеточку в полосочку. Вот у вас есть клеточная стенка, первичная клеточная стенка. А вторичная клеточная стенка откладывается неравномерно в виде полосочек вот таких. Ну вспомните какие-нибудь трохиды, кольчатые, спиральные. Ну здесь просто не кольчатые, не спиральные. А, кстати, возможно кольчатые. Примерно так. Под эндотецием, еще раз повторюсь, он очень часто не однослойный, а многослойный. Располагается суперслой, который называется прекрасным словом, от которого я всегда прохожу в полный восторг. Топетум. Не знаю почему, мне очень нравится это слово. Топетум. Топетум – это очень важный слой, потому что он осуществляет питание. Он питает то, что располагается внутри пыльцевого мешка. Он питает святая святых пыльцевого мешка. Он питает формирующиеся пылинки на разных этапах его развития. Вся еда будет находиться в топетуме. Поэтому если вы вскроете тычинку в самом начале жизни, то топетум будет таким мощным, красивым, замечательным слой. Если вы ее порежете, когда там уже все сформировалось, от топетума вы увидите в лучшем случае ошметки клеточных стенок. В лучшем случае. А иногда вообще ничего не увидите. Поэтому топетум либо может быть, либо может уже практически не быть. Все будет зависеть от этапа формирования пыльцы. Вот как выглядит анатомический препарат пыльника. Причем, Антон, возможно, вот это как раз у тебя и есть. Это классический препарат, классический ботанический препарат, который даже я зарисовывала на первом курсе. Это пыльник лилии. Тычинка лилии. Потому что у лилии свободные тычинки. Они сами по себе очень большие. У них гигантские эти пыльники. Плюс лилия очень доступна. И поэтому очень удобно из нее делать такие препараты. Полина, а вы пробовали резать тычинку? Да, в марте в Сириусе резали. Это ужасно. Вам лилию, наверное, давали, да? И тюльпан еще был. Но вроде лилию резали. Не, ну это не... Она такая маленькая. Там как бы... Даже если ты попытаешься зафиксировать это все в пенопластовом блоке, это все равно неудобно. Там что в руке неудобно, что в пенопластовом блоке неудобно. Вот такие микропрепараты делаются на самом деле только при помощи заливки. Чтобы сделать серийные препараты, последовательно обезвоживают ткань, из которой хотят сделать препарат. Дальше это все заливают в воск. А потом это все подтачивают. Оттачивают и на микротоме делают серийные срезы. Вот тогда получается красота. Оно все рвется, когда его режешь. А? Все рвется, когда его режешь. Да, рвется. Причем, скорее всего, понимаете, если лилию покупали в магазине, то это уже бессмысленно. Имеет смысл резать вот это вот все дело, когда у вас лилия еще бутонированы. Причем, знаете, бутон еще зеленоватый. Вот тогда более-менее нормально. Но в этой течинке вы тогда не увидите сформированную пыльцу или формирование пыльцы на разных этапах. В общем, все зависит от того, что вы хотите увидеть. Итак, я буду подписывать структуры. Сейчас, секундочку. Нет. Я буду подписывать структуры, а вы будете называть мне, что это такое. Итак, циферка 1. Самый наружный слой. Циферка номер 2. Второй слой. Циферка номер 3. Сейчас я покажу вот сюда. Циферка номер 3. Значит, циферка номер 4. Сейчас, зайки мои, подождите. Это будет 5. Сейчас, секундочку. Вот это будет 6. Значит, вот это вот все вместе будет 7. И 8. Вот так. Итак, Кирюша. 1 – это эпидерма. Хорошо. 3 – это топетум. 5 – проводящий пучок. 4 – пылинки. Пылинки или пульцевые зерна. Вот, зайки мои, честно, вы не можете сказать, пыльцевые зерна – это или пылинки. Потому что мы сейчас с вами будем обсуждать микрогометогенез и микроспорогенез. И я вам покажу, что вот бабушка надвое сказала. Здесь не такое разрешение, чтобы мне точно сказали, кто это. 6 паранхимов. Ваня. А что в районе между пыльцевыми зернами и пылинками? Ну, никакой. Одно и то же. Пыльцевое зерно и пылинка – одно и то же. И пыльца. Пыльца. Пыльцевое зерно и пылинка. Одно и то же. Просто названия разные. Да. Да. 8 – пыльник. Да. 7 – пыльцевой мешок. Да. 2 – это не эпидерма. Назовите мне, что такое 2. Хочу, чтобы вы мне сказали, что такое 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Все понятно. Эндотеции. Правильно, Полиночка. 2 – это эндотеции. Причем обратите. Это эпидерма. Это я тут люблю. Посмотрите внимательно. Эндотеции здесь многослойны. Вот первый слой эндотеции, а вот это второй слой эндотеции. На самом деле здесь еще виден третий слой эндотеции, но это плавно переходящий тапеток. Поэтому эндотеции здесь многослойны. Молодцы. Хорошо. Соответственно, 5 – это проводящие пучки, 6 – это… Антоша писал, что это паренхим, а на самом деле я имела в виду, что это не паренхим. Да, это паренхимные клетки, но я имела в виду, что это связник. Это ткань связника. Вот что я имела в виду. Так, а теперь все то же самое, но более красиво покрашенное и более мелкопорезное. Итак, вот мамочки, здесь все подписано. Ну ладно. Итак, эпидермальные клетки наружные, дальше идут слои эндотеции. Дальше, и тут внимание, вот это вы сможете встретить в интернете и в некоторых учебниках, так называемые средние слои. Средние слои – это часть эндотеции. Это все часть эндотеции. При этом обратите внимание, что клетки эндотеции постепенно уменьшаются и уплощаются. Это сделано для дополнительной механической прочности этого пыльцевого мешка, он должен быть максимально прочным до того момента, пока пыльца полностью не сформируется в нем. Пыльцевой мешок должен вскрыться тогда, когда должно быть. У кого коты на весну орут? Нет, мой не орет на весну. Мы совершили акт надругательства над котом. Но правда так получилось, что акт надругательства случился ровно в момент его операции. Дело в том, что когда пришла его первая весна, кот решил сигануть с балкона. Но он игрался, и в общем он сиганул с балкона, с четвертого этажа, и он не успел сформироваться, и в общем его несчастная нога была раздроблена в шести местах, и его собирали по кусочкам. Ну и мы решили, что чего два раза анестезию коту колоть, вот заодно и... Так что кот у нас такой. Ну также потом по его поведению мы поняли, что если бы мы не стерилизовали кота, то он бы ушел в поисках мадамов и не вернулся бы точно. Он человек увлекающийся, и вот как кролики, короче. на самом деле мы когда решали стерилизовать или нет у нас просто два кота когда мы решали этот вопрос ну потому что мужская часть нашего населения население нашей семьи сказала что он из солидарности мы не позволим стерилизовать котов знаете нам женщина врач ветклиники сказал такую интересную фразу вы будете нести ответственность за тех котят которых придется топить хозяевам своих кошек вы хотите нести эту ответственность и тут мы поняли что нет вот поэтому они же гуляют у нас подачи свободно мы же не будем не знаем кого они там будут покрывать каких кошек да а если хозяева не очень этого хотят и что они потом будет делать это скота с этими котятами в лучшем случае они попытаются их раздать а если они будут их топить ну в общем поэтому мы решили что все-таки мы несем ответственность за тех кого мы приручили а мы несем за них ответственность поэтому как ни странно гумания было их стерилизовать вот поэтому котов мы стерилизовали ну кошек правда нет вернемся значит дальше мы видим очень интересные клетки протопласты которых уже начинают частично отходить от клеточных стенок жестко но правдиво да василис жестко но правдиво это у нас на самом деле в семье был такой спор на эту тему ну как бы без криков без шумов это непростое решение но когда ты начинаешь понимать просчитывать долгосрочную перспективу ты понимаешь что ну не делайте людям того что вы не хотели бы чтобы сделали с вами моей маме к сожалению один раз в жизни пришлось топить котят ну просто не было других другой возможности ним она потом полгода больная ходила ну потому что это это ужас и она сказала что я не хочу никому пожелать вот вот это поэтому ну да мы стерилизовали да у нас прошлой весной соседи орали друг на друга за то что его кот по общаге ходил да и все кошки общаги принесли котят да 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 а я такой вот значит гуманистический я своего кота потому что он мужчина и мой коллега я не буду его стерилизовать не хай ходит вернемся значит дальше мы видим слой очень интересных клеток чьи протопласты уже начинают частично отходить от клеточных стенок правда это может быть и ошибкой метода создания этого среза но тем не менее скорее всего нет потому что у оставшихся клеток протопласты на месте это и есть топетум его содержимое постепенно начинает переходить в вот эти вот интересные клетки если вы внимательно к ним присмотритесь вы увидите что они находятся явно на стадии деления на стадии расхождения хромосомы так и далее потому что здесь красненьким прокрашивается хроматин вот такая вот интересная история и этот топетум виден он большой и соответственно явно функционирующий но уже на этом этапе мы видим что клетки топетума начинает истончаться потому что их внутреннее содержимое расходуется на отделение дальше на следующей фотографии внутреннее содержимое уже явно какое-то поделившиеся при этом значит у внутреннего содержимого у поверхности того что находится внутри какая-то значит ребристая поверхность почему что такое интересное вот но здесь уже топетум представляет из себя полнейшие остаточки вот это вот коричневато-сиреневато-черноватая линия это остатки топетума то есть вы даже на клеточных стенах почти не видели но здесь эндотеции несмотря на то что он двухслойный имеет в своем составе вот те самые клетки которые называются фиброзный слой с неравномерно утолщенными клеточными стенками вот они вот это вот фиброзные клетки они помогают вскрываться не у всех конечно пальцевых гнезд имеется фиброзный слой не все растения этого имеют но у кого-то он есть вот ну и как видите эпидерма здесь уже представляет жалкое зрелище вот все уже говорит о том что полностью пыльца сформировалась итак сейчас мы с вами приступим к тому что такое микроспорогенез что такое микрогометогенез как он происходит где он происходит кто из кого образуется как зачем и почему но прежде чем мы это все начать мы с вами поговорим немножечко о терминологии итак первый термин это микроспороциты микроспороциты это диплоидные материнские клетки микроспор располагаются в пыльцевых гнездах итак с чего начинается создание пыльцы вы долго упорно задействуя почти тысячу генов формируете тычинку у вас есть два пыльника и четырех пыльцевых гнезда или пыльцевых мешка да кстати пыльцевое гнездо и пыльцевой мешок одно и то же у меня кот волосатый внутри в самом-самом-самом начале когда топетом еще полон сил и энергии у вас формируются так называемые микроспороциты это диплоидные клетки довольно большие и вот с этих микроспороцитов начнется вся вот эта вот катавасия они будут давать начало микроспорам потом пойдут для меты и так и далее итак в самом-самом начале в пыльниках находится микроспороциты внутри пыльцевого мешка микроспоро это одноядерная гаплоидная клетка которая развивается в мужской заросток пыльцевое зерно ну мужской заросток это мужской заросток и так еще раз микроспороциты самый исходный из микроспороцитов будут формироваться микроспоры а из микроспор будет формироваться мужской заросток пыльцевое зерно При этом пылинка гомологична микрогометофиту разноспоровых. Ну, короче, микрогометофит. Надо объяснить, что такое микрогометофит. Или кто-нибудь не может рассказать, что такое микрогометофит? Ну, гометофит-то понятно, что такое гометофит, да? Зайки мои, откликнитесь, пожалуйста. Мне надо понимать, вы вообще сейчас будете осознавать, что я сейчас буду произносить? Или как-то надо что-то дополнительно сказать? Да, ну, предположим, да. Окей. Да, понятно, хорошо. Итак, гометофит будет производить мужские половые клетки. Просто приставочка микро означает мужское, макро или мега, женский. Итак, поехали. Вот это вот схематичное изображение микроспорогенеза. Эту картинку я взяла из интернета, часто ее используют. Но мы сейчас с вами будем такой диафильм. Итак, исходно в пыльцевом гнезде живут микроспороциты. Красивые клеточки, все с ними в порядке. Как только наступает время, и растение понимает, что нужно уже приступать к формированию пыльцы, начинается первый этап. Первый этап заключается в том, что микроспороциты немножечко отходят друг от друга, ну, вот в толще как бы так расходятся. И каждый из них одевается колозной оболочкой. Колоза – это биополимер, который похож на целлюлозу. Он не пропускает воду. И, собственно, мы с вами уже встречались с ним. Помните, когда я рассказывала про ткани и говорила про то, что всякие неработающие проводящие элементы, неважно, ксилема или флоема, они всегда затыкаются колозой для того, чтобы не позволить пройти какой-нибудь заразы по этим путям. Поэтому колоза, чтобы закрыться, никого никогда не видеть, значит, надо одеться колозой. Итак, это происходит. Мы оделись колозной оболочкой. Дальше. Внутри микроспороцита происходит миоз. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что оболочка остается, вот эта вот двойная оболочка, внутренняя синенькая – это клеточная стенка микроспороцита, а зелененькая – это колозная оболочка. То есть такая двойная оболочка. Но внутри при этом у нас формируются четыре отдельные клетки. Еще раз, давайте вспомним, микроспороцит какой плоидности? Микроспороцит какой плоидности? Диплоидный. Он диплоидный, совершенно верно. Микроспороцит диплоидный. Какой плоидности будут новые клеточки, сформированные при помощи миоза? Да, N – гаплоидный. У нас образуется тетрадос микроспор. Внутри каждого микроспороцита происходит редукционное деление с образованием четырех микроспор. При этом пока еще оболочка сохраняется. Что происходит дальше? Оболочка растворяется, и каждый микроспороцит, бывший микроспороцит, выпускает на волю четыре микроспоры. Они высвобождаются. Итак, исходно в нашем пальцевом гнезде были микроспороциты, которые были плотно состыкованы друг с другом. Когда наступает время, не одеваются колонзные оболочки, расходятся немножечко друг от друга. Внутри них начинает формироваться и осуществляется редукционное миотическое деление, которое приводит к образованию четырех микроспор. Гаплоидный после полного формирования микроспор. У нас колозная оболочка и внешняя оболочка разрушаются. И в пальцевом гнезде оказываются микроспоры. А теперь давайте смотреть, как это все выглядит на анатомических срезах. Итак, исходно микроспоры, простите, микроспороциты, одетые колозной оболочкой в процессе деления. Это вот данная фотография. На самом деле, скорее, должна быть не здесь, а где-нибудь в районе стрелочки. Вот эти тетраспоры. Вот как они выглядят, когда происходит деление. То есть еще внутри оболочки у нас, соответственно, три споры. А вот так вот выглядят уже непосредственно микроспоры, высвободившиеся, с сформированными их уже особыми оболочками. Все это от микроспороцита до полностью сформированных микроспор, отдельных высвободившихся, называется микроспорогенез. И он осуществляется в пыльцевом гнезде или в пыльцевом мешке. Итак, кто же такая микроспора? Микроспора гаплоидна. А у нее очень специфические оболочки. Внутренняя оболочка называется интина, наружная называется экзина. Но на самом деле внутренняя оболочка – это, считай, первичная оболочка интина. А экзина – это вторичная оболочка, но уж больно специфичная, очень специфичная. Последующий этап, который должен называться микрокометогенез, формирование гамет, происходит очень-очень быстро. Потому что здесь произошло очень сильное упрощение. В общем, после обособления микроспора методически делится и развивается мужской заросток. Вот эти оболочки микроспоры, экзина и интина, которые сформировались еще, давайте на предыдущий слайдик, еще сфор... Эпс... Интина и экзина формируются еще внутри колозной оболочки у микроспоры. Еще тогда они образовались. Когда все это произошло обособление, эти оболочки остаются. Внутри ядро делится на две части при помощи метоза. Образуются две каплоидные части, которые потом обозапляются в клетке. Но экзина и интина так и остаются. И все это в совокупности будет называться мужской заросток или пыльцевое зерно, или пылинка. И все это вместе будет называться микрогометогенез. Когда происходит высвобождение, внутри микроспоры происходит методическое деление. Образуются две ядра, которые потом обозапляются в клеточке. И у нас образуется пыльца, пылинка. Итак, пыльцевое зерно состоит из двух клеток. Вегетативная клетка, большая, и генеративная клетка. Надо дать должное, что генеративная клетка, если вы помните, дальше при двойном благотворении генеративная клетка должна поделиться, чтобы образовать два спермия. Эти два спермия могут образовываться еще внутри пыльцевого зерна. И тогда пылинка будет состоять из трех клеток. Либо спермия будет формироваться в прорастающей пыльцевой трубке. И тогда исходная пылинка будет состоять из двух клеток. Поэтому тут немножечко вариативно в зависимости от систематического положения. Итак, еще раз. В пыльцевом зерне очень специфические оболочки. Интина – это внутренняя оболочка, фактически первичная клеточная стенка, которая будет бешеным образом растягиваться, когда будет происходить прорастание пыльцевой трубки. Пыльцевая трубка – это суперразрастающаяся интина. Почему? Потому что это первичная оболочка. Она способна к этому безумному увеличению в размерах. Привет, росту и растяжению. Это особый тип роста растительных клеток. Другая оболочка – экзина. Ну, считайте, как вторичная клеточная стенка. Очень специфически откладывается. Формирует суперинтересный рисунок. Где-то борозды, где-то ямочки, где-то холмы. Честно говоря, никогда не встречала пыльцевые зерна с идеальной гладкой структурой. Всегда какие-то шероховатости. Причем они не хаотичны. Шероховатости не хаотичны. Шероховатости четко зафиксированы. И более того, иногда рисунок экзины является систематически важным признаком. Есть ученые-полинологи, которые изучают пыльцу. И более того, есть, хотел сказать, палеоботаника. Это немножко подругое. Сейчас, как же это называется, ребят? В общем, ученые участвуют в ботанике, участвуют в раскопках. И по пыльце, по остаткам пыльцы выясняют растительный покров того времени. Есть даже целые учебники, как все это выглядит. Вот, собственно, у нас сейчас на кафедре ботаники есть Елена Ирацева на Северова, которая этим занимается. Она не с археологической точки зрения этим занимается, она полинолог. Там немножко другое направление, но, тем не менее, она в этом прекрасно и замечательно разбирается. Она даже мне в какой-то момент показывала книгу вот такой вот толщины, в которой содержится, ну, это, считайте, определитель по пыльце. Ну, что-то аналог, да, определители по пыльце. Как выглядят бороздки, к какому семейству будет относиться. Это какие-то древние представители этого семейства или современные. В общем, это очень интересно, но это очень сложно. И все это, собственно, определяется экзиной. Надо понимать, что вот эти вот изгибы экзины очень важны, потому что если изгибы будут неправильно сформированы, то не сможет произойти прорывы экзины для того, чтобы интина начала свой рост. Если каким-то причинам неправильно формируются вот эти вот разрастания экзины, то есть не будут сформированы тоненькие участки в экзине, которые потом будут прорываться на тени пыльцевое, то зерно не прорастет, что тоже очень важно. У некоторых пыльцевых зерен есть еще отдельная, третья клеточная оболочка – это перина. Еще раз, не всегда формируется, а также нужна для дополнительной защиты и для прорастания. Так что как-то так. Ну вот, как я и рассказывала, удивительные всякие изгибы этих пыльцевых зерен на нижней левой картинке сформированы прорастающие, показаны прорастающие пыльцевые зерна, к чему обратите внимание. Прорастают они строго в определенном месте, где происходит образование вот такой вот борозды, и в этом месте происходит прорыв. Геницей. Ну давайте, Геницей. Мы, правда, до гометогенеза не дойдем, но ничего страшного. Итак, Геницей – это совокупность всех плодалистиков цветка, не пестиков. Прежде чем, чтобы это не было дальше говорить, давайте обсудим, что такое плодалистик. Итак, исходно, по теории, похоже на рисунки бактерий в детской поликлинике. Да и не рисунки бактерий, это пыльца. Итак, исходно древние растения решили спрятать от всеобщего обозрения, от всех ветров невзгод свои органы размножения. И постепенно происходило, а так как эти органы размножения располагались на листах, на листьях, происходило постепенное сворачивание в такую интересную трубочку вот этого вот листа, который нес органы размножения. Ну, это был плодолистик. Это был лист, который нес органы размножения. Лодо, листик. Если мы с вами сделаем последовательную реконструкцию, то выяснится, что при последовательном сворачивании как бы сформировались аналоги современных завязей, столбик и рельса. Большая часть всех органов размножения перемещалась к основанию и формировалась зависть. При этом зависть была шире в разрезе, нежели чем оставшиеся части. Сохранялась некая такая стерильная часть, которая называлась столбиком. И, соответственно, также формировалась рельса, которое обязательно должно было содержать такую ослезненную ткань для лучшего улавливания пыльцевых зерен. Ну и в конечном итоге будущие семизачатки в основном располагались в районе завязи. При этом, если мы сделаем оперечный срез в районе завязи, то, значит, выяснится, что вот у нас есть медианная жилка-плодолистика, которая, соответственно, будет аналогом главной жилки листа. Да, семизачатки, два ряда. Ну, здесь для упрощения мы говорим, что два ряда семизачатков. Ну, их может быть три, четыре, пять, сколько угодно. Ну и, соответственно, место срастания такой вот шов. Ну, это примерно то же самое, только в другом варианте. При этом то, как происходило смыкание сторон вот этого плодолистика, оно могло происходить немножко разными способами. В данном случае не запоминайте, это так. Информация просто. Не надо это запоминать. Первый вариант – это кондупликатные плодолистики, когда у вас лист просто вот так вот раз и сворачивался. Без каких-либо хитростей. Но при этом, так как органы размножения располагались максимально близко к проводящему пучку, ну, логично, да, не надо вести далеко трубопровод, то большая часть листовой пластинки была стерильна. И, собственно, зачем ее нужно было содержать? Она с течением времени редуцировалась, да, и образовывался вот такой вот брюшной шов. Это так называемые кондупликатные плодолистики. Другой вариант – это инвалютные плодолистики, когда у вас происходило не вот такое вот заворачивание, а происходило небольшое подворачивание краев листовой пластинки и, соответственно, аккуратное смыкание в точке соприкосновения. В общем, самое интересное, что для лучшего соприкосновения проводящий пучок, два проводящих пучка, которые находились по краям, сливались в один, и как такового брюшного шва, как в предыдущем случае, мы даже не видим. Ну и последний вариант – это инвалютные плодолистики. Ой, это когда у нас происходит не вот так, не вот так, а вот так. Ну, короче, три варианта. Немножечко будут отличаться по расположению проводящих пучков. Дело всегда в проводящих пучках. Хотите проследить эволюцию, хотите понять, кто кому сестра, кто кому брат, хотите понять, что есть чьей частью, всегда смотрите на проводящие пучки. Помните, мы с вами… Я вам рассказывала про Льва Мельхоседековича, Кричитовича, который исследовал, в частности, проводящую систему цветковых растений и доказал, что лепестки – это сестры. О, Господи. Вот пришел кот, теперь я вся в волосах. Тычинки и лепестки являются сестринскими структурами. Почему? А потому что проводящая система. Он исследовал проводящую систему. Хотите понять, кто есть кто, исследуйте проводящую систему. Ну, лирическое отступление закончено. Итак, давайте поговорим уже непосредственно про то, как формируется каждая часть. Как формируется рыльца, как формируются столбы или стелодии, как формируется зависть. Ну, конечно, не суперподробно, так вкратце. Когда происходило формирование плодолистика, то довольно быстро стал вопрос, а как доставлять мужские половые клетки к женским половым клеткам. Потому что если мы говорим про какие-нибудь споровые растения, ну, там ветер, вода, что-то в этом роде. Но органы размножения же открыты, а здесь они закрыты. Ты типа умное растение, ты это спрятал, а что делать дальше-то? И довольно быстро в эволюции стала формироваться так называемая несбегающая рыльца. Когда вместе с соприкосновением ткани начинали ослезняться для того, чтобы улавливать, приклеивать вот эту пыльцу распространяющуюся. Но при этом семизачатки-то располагались неравномерно по всей длине. И получалось, что энное количество пыльцы не могло формировать настолько длинную пыльцевую трубку. Поэтому с течением времени локализация вот этой вот рыльцевой ткани начала формироваться в каком-то определенном месте. В дальнейшем это место мы с вами назовем рыльцем. Дальше. По мере уменьшения размеров несбегающего рыльца окончательно семизачатки перемещались в базальную часть всей этой структуры. При этом эта базальная часть разрасталась. И теперь мы ее знаем как зависть. Но также происходило формирование вот этой вот стерильной части. Дальше возникает вопрос. А что бы не сделать рыльца сразу над завистью? Зачем эта стерильная часть? Зачем заставлять несчастную тычинку так долго прорастать? И вот так вопрос к вам. Как вы думаете, зачем сохранять эту стерильную часть, если можно рыльца сделать прямо над завистью? Давайте предположения ваши. Давай, Андрюш. Ну, может быть, это сделано для того, чтобы исключить возможность самоопыления? Ну, и для этого тоже можно. Сохранение питательных веществ. Злата, какие питательные вещества ты собираешься сохранять таким способом? Выживает сильнейший. Полина. Да, Вань. Ну, может быть, чтобы выносить рыльца как можно выше над венчиком, или точнее, чтобы улавливать лучше пыльцу? Да. Да. Очень прозаично. Здесь не история про выживает сильнейший, не история про то, что нужно дать время пыльцу прорасти. Нет. Увеличение вот этой стерильной части, создание этой стерильной части, это всегда игра не в пользу пыльцы, не в пользу прорастающей пыльцы, потому что придется страдать при прорастании, да, потому что увеличиваться в размерах, сильный быстрый рост растяжения. В общем, это непростая история, от много чего зависит. Исходно формирование пестика происходило, и вот это вот создание стерильной части, все должно идти в угоду женской части. А женская часть, зависть, заинтересована в том, чтобы пыльца пришла. А если ты сидишь, если у тебя какая-нибудь нижняя зависть, ты сидишь где-нибудь глубоко там, значит, в венчике, как до тебя эта пыльца долетит? Ну, ты можешь сказать, а вот она сама должна ко мне прилететь. Нет. В данном случае у тебя нет далеко выдвинутой стерильной части, на конце которой находятся сырые лица. Это твои проблемы, что ты не разместила орган восприятия пыльцы там, где надо. Поэтому это нужно для того, чтобы лучше уравливать пыльцу. При этом существуют растения, у которых рыльца практически, не рыльца, простите, столбик практически отсутствует, что у них эта рыльца располагается практически сразу на верхушечке завязи, а есть те, у которых столбик длиннее, длиннющий, просто километровый. Вспомните царыцу палехи, кукурузу. Поэтому все вариативно. Тут у нас появилось такое очень интересное слово. Стеллодий. Давайте с вами обсудим, что это такое. Но прежде чем обсудить, что такое стеллодий, чем он отличается от столбика, последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, это типы геницеев. Итак, в норме геницеи по количеству плодалистиков делится на три штуки. Мономерный, внутри которого один плодалистик, олигомерный, внутри которого несколько, пять, три, семь, что-нибудь в этом роде. И больше восьми, это, соответственно, полимерный, в котором куча-куча всяких плодалистиков. Дальше возникает вопрос. А всегда ли количество плодалистиков равно количеству пестиков? Ответ нет. И тут выясняется, что геницей – это варианты расположения плодалистиков друг относительно друга и относительно количества пестиков. В одном пестике может быть один плодалистик, в одном пестике может быть два плодалистика, три, четыре, пять, шесть, бывает восемь, но редко. А во всем цветке может быть один пестик, два пестика, три, пять, десять, двенадцать, двадцать. Поэтому геницей – это история про то, сколько у вас пестиков и сколько внутри них плодалистиков. Итак, если у вас в одном пестике один плодалистик, то это апокарпный геницей. Но апокарпный геницей может состоять из одного пестика, а может состоять из энного количества пестиков. Например, давайте с вами вспомним какую-нибудь розу или шиповник. Там куча апокарпных пестиков. Их там много. Вспомните центр розы, как выглядит центр цветка розы. Вы видите кучу-кучу пестиков. Ну, частей пестиков. А лучше всего сделать продольный срез розы и в основании, в разросшемся гепантии вы там непосредственно увидите там и завязи, и так далее, и так далее. Их там энное количество. А может быть, один пестик, внутри один плодалистик. Бывает и такое. Если же у вас внутри пестика несколько плодалистиков, то это ценокарпные геницей. И они различаются тем, как внутри друг относительно друга будут располагаться плодолистики. Когда у вас внутри одного пестика несколько плодолистиков, а мы с вами вспомним, вспомните вот эти рисуночки, там, избегающие рыльцы и так далее. У каждого же плодолистика, каждый плодолистика имеет, условно говоря, свою зависть, свой столбик и свой рыльцы. Ну, они-то, конечно, так не называются, но это аналоги, да? И это означает, что каждый плодолистика имеет свою стерильную часть. Так вот, когда стерильные части плодолистиков срастаются, то образуется столбик. Так вот, у пестиков ценокарпных геницеев столбики, а у пестиков апокарпных геницеев стелодии. Если вы видите розу и пытаетесь кнуть на столбик и указать туда стрелочкой столбик, вы будете неправы, потому что туда вы должны привести стрелочку от такого прекрасного термина стелодий. Итак, стелодии у апокарпных пестиков, столбики у ценокарпных пестиков. Вот чем стелодии отличаются от столбиков. Итак, какие же типы геницеев бывают? Какие типы ценокарпных геницеев бывают? Итак, у нас есть апокарпный пестик. Там отдельные плодолистики. Каждый живет своей жизнью. Вот это вот раз пестик, это будет два пестик, это будет три пестика. Но вот им становится скучно, и они решают объединиться в единую структуру. И тогда они срастаются своими боковыми частями. Они прирастают друг к другу. Но при этом внутреннее содержимое не сливается. И у нас образуются три отдельные камеры. Раз, два, три. Три гнезда завязи. Вы, я думаю, слышали, слушали вот эту вот многогнездная зависть, одногнездная зависть. Гнезда – это плодолистики, это внутреннее содержимое плодолистики. Итак, здесь у нас трехгнездная зависть. Эта трехгнездная зависть имеет абсолютно полностью замкнутые камеры. Это синкартный геницей. Если же мы начнем дальше формировать геницей, ну, например, другой вариант, когда боковые стенки также срастаются, как в первом случае, но при этом внутренние стенки, как бы им лень доходить до конца. Они как бы не досмыкаются. При этом мы с вами увидим три таких как бы углубления. Они не всегда могут выглядеть как углубления. Как мы поймем, скольки гнезда эта зависть должна быть? А мы это поймем по так называемой плацентации семян. Те места, к которым должны крепиться семизачатки. И будут крепиться. А семизачатки – это будущие семена. Поэтому это все называется плацентация семян. Итак, куда же они крепятся? В случае синкарпного геницея наши семена, семизачатки, семена уж извините, называем как-нибудь, выберем, да, семена, предположим, семена, наши семена будут располагаться по центру завязи. Но так как каждое семя будет располагаться в углу своей конкретной камеры, это будет все называться центрально-угловая плацентация семян. По центру общей картины, но в углу каждого конкретного плодолистика. В случае паракарпного геницея, геницея, у которого стенки как бы не до конца смыкаются, наша плацентация семян будет постенно-париэтальная. Короче, она будет по стенкам располагаться. Но при этом мы с вами увидим вот эти вот точки прикрепления семян. И когда мы их увидим, мы поймем, что, а, ну это паракарпный геницей. В идеале, конечно же, еще внимательно посмотреть на проводящие пучки. Сколько проводящих пучков увидим, стольки гнездной завистью и будет. Ну и третий вариант развития событий, кстати, один из самых редко встречаемых вариантов, потому что все-таки синтарпный, паракарпный и апокарпный встречаются чаще, чем лизикарпный. Это тоже вариант синтарпного геницея, когда промежуточные стенки полностью лизируются. Их вообще нет. И, казалось бы, а чем будет отличаться паракарпный от синтарпного? Плацентация семян, потому что вот эта вот центральная колонка, которой все это крепилось, остается. Стенки не смыкаются, ну ладно, это их проблемы, но плацентация семян центральная, колончатая, обычно называются колончатые. Итак, апокарпный геницея и цинокарпный геницея. Три варианта цинокарпный геницея – синкарпный, паракарпный и лизикарпный. Как отличить синкарпию от паракарпии от лизикарпия? А – плацентация семян, Б – стенки сомкнуты или нет. Ну и Ц, конечно, это проводящие пучки, но вы их не всегда, кстати, увидите. Поэтому самым важным оказывается плацентация семян. Теорию эволюции геницеев разработал Армен Леонович Тахтаджан, он же автор вот этой вот жизни растений, это советские такие талмуды. Я бы сказала, что информация в ней до сих пор актуальна. Она не полна, потому что, конечно, с точки зрения систематики, естественно, она не полна, но с точки зрения фактической ботаники и фактологической ботаники она все еще очень актуальна. Так вот, в общем, Армен Леонович Тахтаджан. И, собственно, он разработал вот эту вот теорию эволюции, что исходный тип геницея – это апокарпный геницей, из него произошел синкарпный геницей, из синкарпного произошел паракарпный или из апокарпного паракарпный. Там, конечно, вариативность большая была. Вот, и то, как формировался лизикарпный геницей. Еще раз повторюсь, значит, 4-3 типы плацентации семян. Центрально-угловая синкарпный, постенная или париэтальная паракарпный, колончатая лизикарпный. Ну и краевая плацентация имеется в виду у обычных апокарпных геницеев. У них краевая, ну почему? Потому что семизачатки как бы располагаются с краю плодолистика, по краю плодолистика. Ну и еще раз то же самое. Давайте еще раз повторим. Апокарпный – это краевая плацентация семян. Иногда можно встретить это вот лиминально-диффузное или ламинально-диффузное. Эм, все, забудьте. Ересь, все это ересь. Синкарпный – центрально-угловая, паракарпный – постенная краевая или постенно-спинная, ну, по спине, по краю, как-нибудь так. И колончатая или осевая у лизикарпного геницея. Ну, давайте закончим сейчас с геницеями. Давайте с вами предположим. Итак, у вас есть четыре варианта, четыре типа геницея. Я хочу, чтобы вы мне назвали типы геницеев. Как вы думаете, какой тип геницея? Итак, циферка один – какой тип геницея? Так, паракарпный. Паракарпный, хорошо. Циферка два. Лизикарпный. Циферка два. Синкарпный. Злата еще раз. Синкарпный. Синкарпный. Три. Лизикарпный. Вот здесь лизикарпный. И самое сложное – четыре. Четыре. Вот это самое сложное. Это не совсем какой-то аппа. Да. Четыре – это аппокарпный геницея. Это особый вариант аппокарпного геницея, когда… Ох, я забыла растение. Ой, ну что ж у меня голова такая дырявая. В общем, есть такой вариант аппокарпного геницея, у которого не с края будут располагаться семизачатки. Семизачаток будет один или два, и они будут располагаться прямо в основании плодолистика. И тогда мы будем говорить о базальной плацентации семян. Ну вот так, Злата. Вот так. Бывает и такое. Бывает и такое. Если у тебя будет формироваться на камине какое-нибудь одно большое семя, чего бы и нет. Так, другой вариант. Другая. Давайте вариация. Итак, буковка А. А. Ну, вариант, буковка А. Синкарпный. Синкарпный. Так, синкарпный. Б. Лиззи карпный. Или аппокарпный. Лиззи или аппа. Вот Зинят говорит аппа. А, что пара карпный. Я перепутала опять все. Нет, меня интересует буковка Б. Так, пара. Кто-то говорит аппа. Лиззи карпный. Это Лиззи карпный генецей. Потому что, еще раз, вот колонка, на которой крепятся семизачатки. С. Лиззи карпный. Тоже Лиззи. Просто другой вариант Лиззи карпного. Д. Паракарпный. Вот это паракарпный, да. Вот это паракарпный генецей. Хорошо, молодцы. И последнее, что я вам покажу, это конкретные растения и конкретные анатомические срезы их генецеев, их пестиков. Итак, это растение, которое называется филегия. Очень часто используется в ландшафтном дизайне. Красивые у них. Посмотрите, какие у них тычинки. Красота среди бегущих. Посмотрите, какие шпорцы у них. Красота. Итак, как вы думаете, какой это тип генецея? Так, что нам пишут в чате? Вот Полина пишет, что это апокарпный генецей. Полина, а докажите, что это апокарпный генецей. Они не срослись никак. Они все отдельно. Так, еще. Срастание. А еще кто-то должна посмотреть. А плацентация краевая. Да, да, да. То есть не происходит срастание плодолистиков своими боковыми стенками, а также у нас краевая плацентация семян. Так, следующее. Это у нас тюльпанчик и лилия. Туда неважно кто. Как вы думаете, какая это вариация генецея? Так, Кирилл пишет синкарпный. Полина тоже пишет синкарпный. Синкарпный, да. Докажите, что это синкарпный. Хочу доказательства. Так, вы на праке сказали. Злата, нет. Это неправильное доказательство. Так, стенки срослись. Есть соединяющая перегородка и центральная краевая плацентация семян. Да, совершенно верно. Итак, еще раз. Семизачатки прикреплены к стенкам. Да. Вот, значит, вот это у нас семизачаток раз. Это семизачаток два. Они крепятся. Что это пишет? Ну, вы же не уточняли, как доказать? Злата, ну, хорошо. Да, не уточняла. Значит, семизачатки крепятся к стенкам своих плодолистиков. Вот как бы раз плодолистик и его проводящий пучок. Два плодолистик и его проводящий пучок. И три плодолистик и его проводящий пучок. И вот места прикрепления семизачатков. Центральная угловая плацентация семян. Ну, плюс полное сращение стенок вот в этих вот местах. Следующая это у нас виола. Какой тип геницея? Куда смотреть? Какой тип геницея? Да, да. Да. Лиззи карпный. Вот Злата пишет пара карпный. Кирилл пишет Лиззи карпный. Зиняк пишет мякиш какой-то. Ну, да, мякиш какой-то. Да, да, да. Итак, Кирилл пишет Лиззи. Злата пишет пара. Полина пишет пара. Короче, хочу доказательства ваших теорий. Почему Лиззи, почему пара? Полина, давай. Нету центрального столбика и не сращенные края. Из-за этого методом исключения получается пара карпный. Да, 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 совершенно верно. На самом деле, смотрите, я сейчас буду обрисовывать. Значит, смотрите, вот это проводящая система, к которой крепятся семи зачатки. Дальше. Здесь то же самое. Здесь прямо видно, как они крепятся к этой части. Да, и здесь тоже. То есть вот раз в ладолистик, вот два и вот три. А эти подушечки – это разрастание проводящей системы, к которой прикрепляются… Короче, это плаценты, да, к которой прикрепляются семи зачатки. Ну и просто на месиво похоже, это только пара карп не подходит. А, ну да. Сейчас я тебе покажу месиво, Златочка. Вот, на. Не, ну не такое месиво, конечно, как в прошлый раз. Это Аргостемма. Лизи, да, Лизи, Зинят, Полина пишет, что это Лизи Карпный. Зинят, хочу услышать тебя. Докажи, что это Лизи Карпный. Ну, они там к центру все вместе прирощены, и все. Ну да. И все, и все. Да. Вот эти очертания центральной колонки. Она здесь довольно большая по размеру. Вот. Также видны вот эти вот кусочки плацент, да, к которым, при помощи которых семи зачатки прикрепляются. Понятно, что срез прошел в каком-то определенном месте, поэтому не все плаценты семи зачатков видны, не везде видно хорошее прорастание. Но, тем не менее, вот такой вот Лизи Карпный Генецей. Ну, и чтобы положить окончательную бочку, нашу прекрасную бочку меда, положить ложечку дегтя, скажу вам про еще один вариант Генецея, подставу-подстав. Называется псевдомономерный Генецей. У вас в пестике оказывается один плодолистик. И, казалось бы, нужно считать, что это апокарпный Генецей, но это не так. Не так, потому что исходно формируется ценокарпный Генецей, либо синкарпный, либо парокарпный. Но не все плодолистики этого Генецея становятся фертильными. Часть из них остается стерильными и в некоторых случаях даже лизируется так, что вы даже в полностью сформированном пестике следов не найдете. И только исследование эмбриогенеза подсказывает нам, что все-таки там были когда-то еще другие плодолистики. Просто они не стали фертильными. Вот такие вот псевдомономерные Генецеи. Ну, например, у Свеклы, у Барбариса, у Вяза они формируются. Я думаю, что если вы писали в этом году ПВГ, по-моему, ПВГ или Ломоносов. Я не помню. В общем, в каком-то из отборочных этапов было задание с этими псевдомономерными Генецеями. Я не думала, конечно, что его дадут. Но далее. ПВГ, да, Полина подсказывает. Ну, да, там вы с этим столкнулись. Что можно сказать про псевдомономерный Генецей? Да, он встречается. Не так часто, но тем не менее встречается. И относить его нужно будет уже к цианокартным Генецеям. Но, по сути, это будет мономерный, потому что внутри будет один плодолистик. А другое дело, как он сформирован. Поэтому на выходе у нас получается следующая картина. Итак, значит, один пестик может содержать два варианта развития событий. Один плодолистик или Н плодолистиков. Если он содержит Н плодолистиков, это означает, что это ценокартные Генецеи. А уж какие, раз, два, три, сами вспомните. Если один пестик содержит один плодолистик, то у нас может быть два варианта развития событий. Первый вариант, который, скорее всего, чаще всего будет встречаться, это апокарпный Генецей. Ну и подстава подстав – это псевдомономерный Генецей. Вот такие дела с Генецеем. Субтитры создавал DimaTorzok